Пляжный отдых в Турции, в первую очередь, ассоциируется с отдыхом в регионе Анталии или Мармариса, где расположены самые популярные туристические курорты. Немногие знают, что, отдыхая в Стамбула, возможно совместить осмотр достопримечательностей, шоппинг и пляжный отдых. Когда целью является только посещение пляжей, в Стамбул ехать не стоит, для таких целей имеются туры в другие города. Но, если есть желание проникнуться атмосферой старинного города, сочетающего в себе культуру разных стран, религии и эпох и, одновременно, отдохнуть у моря, стоит рассмотреть этот вариант. Стамбул – это бывший Константинополь, культурная столица Турецкой Республики, настоящая столица Анкара. Какие моря омывают Стамбул, и лучшие пляжи будут рассмотрены в этой статье. Стамбул – море черное и мраморное омывает город, их соединяет между собой широкий пролив Босфор. Пролив делит город на две условно обозначенные части – азиатскую и европейскую. Моря в Стамбуле не такие чистые, как на Средиземноморье, но есть много пляжей, отличающихся чистотой. Климат Стамбула благоприятен для посещения города в любое время года. Зима здесь длится не больше месяца, весна мягкая, лето жаркое, поэтому туристы могут принимать здесь солнечные ванны почти круглый год. Существует целый ряд пляжей Стамбула и они разнообразны. Имеются клубные варианты, бесплатные, песчаные, галечные, они разбросаны в разных концах города и на побережьях нескольких водоемов, на Мраморном море, на проливе Босфор, на Черном море и Принцевых островах, Мраморное море. Наиболее уединенные и экологически чистые пляжи находятся на островах, доехать до которых возможно только с помощью морского транспорта. Лучшие места размещения на пляжах может выбрать сам турист, исходя из своих предпочтений и возможностей. Все береговые линии хороши по-своему, и каждая имеет свою изюминку. Одни пляжи подходят для размеренного отдыха, вторые – для развлечений, третьи – для отдыха с детьми. Апулия Италия Описание, достопримечательности, пляжи до этих зон можно добраться из разных концов города. Выбор их большой, и можно остановить его на той береговой линии, до которой удобнее добраться, или в том месте, где предоставляется необходимый набор услуг. Добираться лучше на авто или на такси, так как прямой транспорт не ходит до них. Единственное место, до которого удобно добираться на общественном транспорте – Келиоса. Маршрут из любой точки города до пляжа Келиос будет сосуществляться с пересадкой в Сарыире, после чего нужно выйти на остановки Келис-Меркес, время в пути – примерно полчаса. Ближайший пляж будет в 200-300 метров от остановки. Как добраться до Сарыире? С площади Таксим можно сесть на автобус номер 25Т, из Бешикташа следует автобус номер 40В, из Каботаша курсирует автобус номер 25Е, время в пути – 1 час 15 минут. Где купаться? В Стамбуле, Келеса, далее Бич-Клаб, располагается на Черном море в окружении скал, в округе Сарыир. Уютное место с полосой песка, на возвышении вокруг него есть зеленая лужайка. Это место популярно у туристов и напоминает отдых на Средиземноморском побережье. На территории клуба есть рыбный ресторан – Снег-Барон. К услугам гостей предлагаются занятия различными видами спорта – катание на каноэ, триккинг. Самый большой частный стамбульский, Солар-Бич-Клаб, находится на берегу Черного моря на 60 тысяч квадратных километров. Все выходные дни проходят различные развлекательные мероприятия, вечеринки, концерты, фестивали. Километровая полоса песка имеет пляжное оборудование, на ее территории находятся бары, зоны для ужина, уголки для барбекю. Есть услуги медицинского центра, магазины, водные виды спорта, в том числе и серфинг. По будням вход стоит 30 лир звездочка. Голден-Бич-Клаб предлагает не только отдых на побережье, но и возможность остановиться на ночь в одном из 26 бунгало или в отеле. Он находится в месте встречи двух морей, омывающих город. Это один из немногих пляжей, прикрепленных непосредственно к отелю. Вход бесплатный для гостей отеля, Голден-Бич, для всех остальных платный. Усуня-Бич-Клаб – один из самых чистых. Оборудован всем необходимым, также имеет кемпинг, все для организации собственного пикника, бильярд, боулинг. Один из плюсов – на территории работает рыбный ресторан. На песчаном «Берг-Бич-Клаб» есть возможность заняться водными и другими видами спорта – банан, парашют, катамаран, футбол, волейбол. На «Бурж» отдыхает, в основном, молодежь. Он принадлежит университету, но посещать его может любой желающий. Знаменит тем, что когда-то здесь отдыхал, отец турков, Мустафа Кемаль. Нон-Стоп-Бич-Клаб, в числе своих услуг предлагает гостям клубные карты, позволяющие пользоваться зоной весь сезон. Здесь также есть все удобства для посетителей. Синерджи Бич-Клаб – одно из самых красивых мест с песком золотистого цвета. На территории есть ресторан, бар, кальянная, водные виды спорта, пляжный волейбол, футбол. Сан-Витало-Капа Сицилия – описание курорта, пляжи Мраморное море имеет протяженность 80 километров, самые крупные острова в нем – это Марморо и Принцевы острова. Море находится преимущественно в окружении гористой местности. У северного побережья есть красивые коралловые рифы, здесь можно заняться дайвингом. Считается, что мраморное грязнее Черного моря, тем не менее, здесь есть хорошие пляжи. Пляжи на Мраморном море и Босфории, песчаные Джадди Бастана находятся на Мраморном море, в азиатской части города, в Кадыкёй. Они отличаются тем, что вход в море постепенный, вода здесь теплее, чем на других. Пляжей здесь три, один из которых платный, за вход нужно будет заплатить 15 лир звездочка. Все они оборудованы лежаками, зонтиками, кабинами для переодевания и туалетами. Отдыхающих не так много, потому что азиатская часть пользуется меньшим спросом, чем европейская. Пляжи Принцевых островов обширные, галечные, вода чистая и прозрачная. Многие едут на острова, чтобы отдохнуть от суеты мегаполиса в тишине. На островах запрещены все виды транспорта, кроме гужевых повозок и велосипедов. Наиболее популярные платные, но можно найти и бесплатные. Вход на Юрюкали на острове Бьюкада стоит 40 лир звездочка. Он вмещает полторы тысячи посетителей. Такая же стоимость посещения пляжей на острове Хибелиада. Пляж, Труфлю Бич, находится в бухте Фенербахче на побережье Мраморного моря. Отсюда открываются великолепные виды на острова и парусные яхты. Закат в этом месте особенно красив. Труфлю Бич, может вместить всего лишь 50 человек, но он пользуется большой популярностью у местных, так как здесь каждый вечер играет живая музыка, и бывают концерты известных звезд. Ресторан клуба вмещает до 200 гостей. Также здесь есть открытый бассейн для туристов, которым не нашлось места на пляже. Отличный «Флорья» на побережье Мраморного моря понравится туристам. Здесь есть все необходимое оборудование для пляжного отдыха. Синела Бич Клаб, располагается в месте соединения Черного моря с проливом Босфор. Он знаменит своим рестораном с великолепным видом на море. Его большая терраса является смотровой площадкой. Кючуксу на Босфоре имеет протяженность 300 метров. Он комбинированный, одна его часть – это песок, на второй части – платформа – располагаются лежаки и зонтики. Спуск в море здесь достаточно крутой, а также есть сильное подводное течение недалеко от берега, поэтому для отдыха с детьми это место не подходит. Живописный «Пэроскёй» в проливе привлекает туристов своей природной красотой, вода бирюзового цвета и золотистый песок в окружении зелени. Купание здесь принесет удовольствие. Самые чистые пляжи Турции – это одни из самых протяжанных пляжей, длиной 70 километров. Они располагаются немного в стороне от Стамбула, недалеко от местечка Ускюдар. В Шили и Агву можно добраться с водного вокзала Серкечи до азиатской стороны с автовокзалом Харям. Это единственный способ добраться до места. Время в пути составляет 20 минут. Билет стоит столько же, сколько и на метро, так как водный вид транспорта в Стамбуле – обыденная вещь. Заодно можно получить впечатление от морской прогулки и насладиться панорамой города с моря. На автовокзале нужно сесть на автобус номер 139 до Шили или номер 139 А до Агвы, путь проходит и через Шили. Отдых в Агве и Шили будет примерно одинаковым, поэтому стоит выбрать одно из этих мест. Но в Шили есть символы города, функционирующий маяк и остатки старых крепостных стен. Море здесь чистое и мелкое, что особенно подходит для отдыха с детьми. В этих городах нет ночных развлечений, и жизнь замирает после 23.00, поэтому они подойдут туристам, предпочитающим спокойный размеренный отдых. Стоимость отдыха на обычных пляжах стартует от 15 или лир звездочка, на вип-пляжах 30 лир звездочка. После прочтения этой статьи, выбрать пляжный отдых в Стамбулы будет легче. Разнообразие пляжей и услуг на их территории удовлетворит самого взыскательного туриста. Звездочка стоимость указана на сентябрь 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова